Метет в Красной Поляне практически не переставая неделю. Высота снежного покрова только за выходные увеличилась и достигла практически полутора метров. Синоптики называют этот показатель рекордным за последние годы. Да и местные жители говорят, давно не было такого снегопада. 75-й на 76-й год это была такая зима. Я как раз приехал из города и чистил вот так же, как вот сейчас, так же. 75-й на 76-й год, больше я не помню такую зиму. На улицах Красной Поляны и Эстасадка снегоуборочные машины работали в непрерывном режиме. Задействованы более 80 единиц техники. Это машины Дагомырского ДРСУ, федеральный и муниципальный транспорт, а также 90 человек личного состава. Создан и оперативный штаб под руководством заместителя главы города Мугдина Чермита. Дороги расчищались и были свободны для проезда. На внутрипоселковых территориях работу осложняли многочисленные припаркованные у обочин автомобили. Многие из них покрылись за последние дни толстым слоем снега и угадывались лишь по очертаниям. Для более эффективной расчистки было принято решение частично перекрывать улицы. Мы уже перешли к такому, скажем, режиму, потому что по-другому не получается много брошенных автомобилей. И мы просто, они мешают проезду, создают заторовые ситуации. И даже на вычищенные улицы заезжают, бросают, несмотря на то, что видят, что работает техника. Помимо техники, на расчистку улиц и тротуаров курортного поселка по просьбе Анатолия Пахомова прибыли порядка 400 волонтеров из числа сотрудников администрации и предприятий города. Работать здорово. Снег он легкий. Нормально. Еще не утоптанный снег, поэтому тяжело. Местные жители, в свою очередь, благодарны за помощь в расчистке придомовых территорий. Это здорово, конечно. Вот они вчера вообще только с одной стороны могли было ходить, а сегодня вот с двух сторон. Помогает. Хорошо, что подключают людей. Это классно. На склонах же обильный снегопад только приветствуют. Лыжники и сноубордисты не нарадуются пухляку. Так они называют свежевыпавший снег. Сезон открыли раньше срока. Пока, правда, в тестовом режиме. Детям тоже раздолие. Самое время для снежных битв и лепки снеговиков. Сегодня работы в поселках Красная Поляна и Эстасадок продолжаются. Задействованы 51 единица техники и более 250 человек. 150 из которых волонтеры. Впрочем, и местные жители, в том числе владельцы мини-гостинец, должны принимать более активное участие в расчистке прилегающих к отелям территорий. Рината Шипулина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.